Мы жалеем, у нас просто по формату положено жалеть животных, мы кошек пристраиваем в программе, имени нет, вот мы можем придумать и имя, если вам придет в голову, она вот я уже знаю, что она очень неспокойная, но очень красивая, а вы были шустрой девочкой? Я была, да, три перелома, три шрама, ну да, в детстве была бойкой девочкой А вот просто потому что, насколько я знаю, вы в милицию попали случайно, потому что школу, в которой вы учили среднюю школу, на ее базе просто... Сделали милицейско-правовой лицей, поскольку... Случайность была, не то, что вот прям Педрова мечтала... Мне помог Господь, потому что я хотела уходить после девятого класса, и для того, чтобы маме было полегче, я хотела работать и учиться Но вот жизнь была так угодно, чтобы два этих года я проучилась там, и выпускные экзамены стали вступительными в школу милиции А потом, когда я начала копаться в своей автобиографии, вернее, в биографии своих предков, я поняла, узнала, что мой прадед был начальником Псковской милиции в послевоенные годы Думаю, все-таки, вот, как-то жизнь, она... Гены Гены И что-то, вот, даже если ты не знаешь, то как-то вот таким образом складывается путь Но не жалею, во всяком случае, теперь собираюсь по требованию мужа за пять минут Это дала только милицейская практика Не политкорректно, но без злого умысла Иронично, но без сарказма Пристрастно, но по-честному Правда24 и Евгений Додолев С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва24 Добрый день, друзья Половина эфиров моей программы Правда24, которая выходила на канале Москва24 с 12-го года Прошло с кошками Я приютских животных пристраивал во время эфира То есть я старался их как-то зарекламировать И наша команда отвечала на звонки во время эфиров Это вот чаще всего были прямые эфиры И достаточно часто животные находили своих хозяев Ну, то есть новых, конечно, хозяев имеется в виду Технически это всегда было сложно Ну, за животным надо как-то следить Они стрессируют, конечно, всегда Даже когда это не видно То есть летит шерсть, попадает в ноздри, в глаза, в кофе По время разговора, одного из разговоров с Романом Бегчуком Майкун там налил лужу Кот, помню, какой-то, который чувствовал явно так недоброжелательность моего визавита Тогда был Кирилл Серебренников Просто скучен лажен Мне прямо на колени То есть сразу упала его, ну, условно говоря, стоимость То есть его, естественно, пристроить после такого казуса Животное могло убежать Я очень признателен Она не всегда такой, которая ловила котейку в студии Потому что там масса таких мест, куда животное зальется Его просто там не найдешь ни за что Очень я любил, когда брали на руки мои собеседники и животные Ну, во-первых, это меня снимало части ответственности Во-вторых, вот повышало, опять же, условно говоря, стоимость самого животного Но его там звезда потискала, подержала Пристроить было легче До сих пор этот проект вспоминаю с ностальгией Почему? Ну, потому что было ощущение, что от какого-то журналистского трепа Есть конкретная польза Все-таки находим котейкам хозяев Может, еще когда-нибудь вернемся к этому проекту Я пел то, что у меня пел И она мне помогала в жизни сейчас Помогать людям просто конвертами Я подписываюсь под каждый свой канал У меня была отриженная самооценка Или ты умная, или красивая Сейчас это проще Ну, что, парень, за это дай-то Евгений Додорев, Равда 24 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова